И снова всем здравствуйте, друзья! Друзья, продолжаю свой рассказ о нашем посещении Венеции в июне месяце 2022 года. Я показываю вам вид сверху на Венецию с огромной колокольни на площади Сан-Марко. Это популярное место, вы видите здесь очень много туристов, которые также снимают виды со всех сторон на великолепную Венецию. Ну и наше продолжается путешествие, и я постараюсь вам рассказать о Венеции, то, что я здесь увидела, то, какая она для меня открылась. Для меня, в общем-то, было сюрпризом многое здесь, в Венеции. Ну и главное, наверное, начнём с самого начала. Я расскажу вам о том, где мы жили, и насколько бюджетным был наш этот отдых трёхнедельный. Давайте мы с вами и посмотрим. Жили мы в апартаментах практически в самом центре Венеции, наверное, примерно 10 минут с обычным шагом до наших апартаментов. Вот я показываю как раз уже окончание нашего маршрута. Вот такими вот очень узкими, извилистыми тропинками каждый день мы ходили домой. Удивило меня ещё то, вы знаете, что я не ожидала, что в Венеции такие узкие проходы, и что от Гранд-канала, если только мы сворачивали в сторону на узкую улочку, то там я тут же теряла какую-то ориентацию. Ну вот смотрите, мы зашли во двор. Это старинное здание. Более тысячи лет, наверное, назад было построено. Огромные ступени нам нужно было подняться на четвёртый этаж. Вот таких вот огромных два пролёта. Я показываю их вам. Вообще лифтов, конечно, в этих домах никаких нет. И потом вот проходишь по такой вот узенькой площадочке вдоль стены. Ещё одна дверь, ещё один пролёт лестничный, и мы в квартире. Это наши апартаменты вот такие. Я снимаю от входной двери. Вот так вот выглядит большая комната. Здесь такие окна. Вид из окна во двор. Здесь обеденный стол, обеденная зона. Маленький столик. И телевизор в углу. Вот так. Дальше. Ещё одно окно. Здесь тоже такой вид во двор. И дальше мы идём в небольшие ступенечки. Справа у нас кладовка закрыта. И дальше вход на кухню. Здесь вот так вот коридор немного украшен. Это вход на кухню. Вот такая кухня. Здесь холодильник-морозильник. Можем посмотреть, что у нас тут немножко такого повседневного в холодильнике. Здесь всякие полочки при бомбасике. Здесь посуда. Здесь кофеварка, но она кофе не очень вкусный варит. Дальше плита, духовка. Микроволновка. Здесь ещё посуда. Так, что ещё показать? Так, здесь у нас бойлер. Вот он. Холодная, горячая вода. Внизу мусор разный тоже сортируется. И выходим из кухни. Сюда вход. Три двери. Направо. Это такая вот ванная комната. Ничего такая. Всё здесь есть. Душ, ванная, биде, унитаз. Вот так вот. И дальше выходим. Здесь прямо дверь. Это детская комната. Вот такая. Двухъярусная кровать. Здесь мы закрываем от солнца. Ну, вы поняли, да? Вот так. Окошко. Тоже вид на крыше всё. Здесь шкафы. На всю стену. И дальше спальня самая большая. Вот такая спальня. Двухспальная кровать. Кондиционер. Опять шкафы на всю стену. Видите здесь. Вот так. Ну, вот так. Знаете. Всего хватает. Всего достаточно. Большая удобная комната. Но это мы сейчас сушим здесь бельё. Немножко постирались. Вот. И вот так вот выглядит. Это большая квартира. И снова мы выходим. Это с другой стороны вид на большой зал общий. Вот это вот здесь я расположилась, сплю. Вот здесь мы обедаем, завтракаем. Вернее даже сказать. Телевизор мы не смотрим. У нас времени нет. Ну, вот здесь тоже ещё один кондиционер. И вот там в конце входная дверь. С которой я и начала свой рассказ. Такие апартаменты стоят тысяча фунтов в неделю. Welcome. Тысяча фунтов в неделю. Или почти 1200 евро в неделю. Судите сами, дорого это или нет. Но, как говорится, Венеция очень дорогой город. Один из самых дорогих, пожалуй. Поэтому, видите, вот я ещё раз вам показываю, какой у нас вид из окна был. Не очень смотребельный, скажем так. Но если бы окна выходили на Гранд Канал с красивым видом, то это бы стоило ещё в два раза дороже. Поэтому тут уже особенно выбирать вид не приходилось. Дом, в котором мы жили, он огромный. И он выходит центральными окнами своими вот на этот Гранд Канал. И мы даже пытались, вы знаете, найти наш дом. Как он выглядит отсюда, со стороны Гранд Канала. Едва-едва нашли и с большим трудом. Вообще, конечно, ориентироваться здесь, в Венеции, для меня было просто очень сложно. Ну вот, основное передвижение всё идёт по Гранд Каналу. И все вот эти вот красивые виды, которые я вам снимаю, это именно Гранд Канал. По которому в основном все передвижения и осуществляются. Ну вот, для туристов на гондолах. Такие прогулки по огромному Гранд Каналу. Либо же по малюсеньким улочкам, что больше всего нравится туристам. И там, конечно, вид тоже шикарный. Я вам показывала уже и ещё покажу, как выглядят эти малюсенькие такие улочки, залитые водой, заполненные. И вот, смотрите, основной транспорт. Вот я еду на таком, на кораблике небольшом, водном, водный трамвайчик. И вот это основное средство здесь передвижения. Этот кораблик стоит не так уж и дёшево. 7,50 евро с человека за одну поездку. Либо вы берёте недельный талон на все поездки свои в течение недели. И этот талон стоит 60 евро. Тоже вот такие вот незапланированные, скажем так, траты. Но так как мы пользовались в основном вот этим вот водным трамвайчиком, и прокатиться здесь одно удовольствие в жару. Здесь такая прохлада небольшая, несмотря на то, что эти, конечно, водные трамвайчики сейчас все переполнены людьми. И там не то, чтобы сесть, а даже стоять бывает очень сложно. Вот видите, вот это вот дебаркадер такой, к которому пристают эти трамвайчики. Ну и получается, что мы, конечно же, пользовались только этими проездными недельными. И что это было намного выгоднее нам, потому что мы катались постоянно, каждый день, по нескольку раз в день. Прогулки совершали даже иногда не для того, чтобы куда-то попасть, а просто для удовольствия. Конечно же, для впечатления мы также прокатились и на гондоле. Вот, посмотрите. Стоимость такой поездки на гондоле 30 минут стоит от 100 евро. И можно найти за 80 евро тоже чуть поменьше, может быть, не по таким красивым местам вас провезут. Но тоже 30 минут. Вот мы прокатились на бюджетной такой гондоле. Здесь, видите, насажал он много туристов сразу. Поэтому здесь мы, по-моему, заплатили совсем немного. Ну, вы знаете, вот получается, что когда едешь сам на гондоле, то вид такой вполне обычный. И мне кажется, что даже интереснее смотреть, когда ты эту гондолу снимаешь со стороны. Субтитры сделал DimaTorzok Мой младший внук, также блогер на ютубе. У него есть свой канал. Ему 9 лет. И у него там уже, по-моему, около 100 человек подписчиков. Чему я очень-очень рада. Ну и он мне показал свои здесь интересные места, которые ему нравятся. Именно в Венеции он обожает животных, обожает котов. И, конечно же, все это тоже снимает на своем видео. И вот, вы знаете, вот этот вот прудик такой интересный, со старинным памятником посредине. Это показал мне Див. Одно из своих любимых мест. Там и рыбы живут, и большое количество маленьких черепашек. И маленьких, и больших. Одна из этих черепах как-то тут выбралась на сушу. И мы ее успешно поймали и отправили назад в пруд, чтобы она, не дай бог, не заблудилась. Ну и также Див, конечно, обожает котов. Коты, это его слабость. Он везде этих котов фотографирует. Вот, в частности, и здесь тоже. Одного из котов он запечатлел. И еще вот это великолепное видео, где кот, посмотрите, спит на витрине. И там даже у него записочка написана «Не стучать по стеклу». Потому что никто не может остаться равнодушными. Все снимают на видео этот толстенного вальяжного кота. И он тоже балдеет от этого. Ну и последнее, что показал мне Див, это вот эту рыбу. Как они ее называют, рыба-слон. Посмотрите. Иди покажись. Почавкай нам на камеру. Уже не обдуришь. Ну, давай. Иди сюда, ходи. Ходи, дорогой, ходи. Какой ты красавчик. Эта рыба больше 70 лет. Она здесь у нас тут. Да. Не удивляйтесь, что у Дива уже есть свои здесь какие-то любимые места в Венеции. Потому что он здесь был с родителями уже несколько раз. Мой зять Андрей, папа его, он просто бредит Венецией. Он обожает Италию. Раньше как-то он интересовался Римом. Ну, а потом, когда уже он посетил Венецию, он считает этот город самым красивым на планете. Он исходил этот город пешком вдоль и поперек. Он очень много знает о Венеции, о ее истории. Почти о каждом каком-то интересном здании или сооружении здесь в Венеции. Пожалуй, что он может уже, наверное, работать гидом здесь. Ну, и в своем следующем видео я покажу вам ту Венецию, которую показал мне здесь Андрюша. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравился мой сегодняшний очередной репортаж из Венеции. Задавайте ваши вопросы, если у кого-то есть какие-то вопросы. Потому что наше путешествие по Венеции еще не закончено. Я желаю вам всем всего доброго. Я желаю вам всем мира и добра. До встречи на моем канале. Не забудьте, друзья, кому понравилось, поставить также лайк. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok